МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ. Я приглашаю вас на Волжскую набережную к памятнику Григория Засейкина. Сегодня я познакомлю вас с волжским джигитом, настоящим джигитом, человеком, вписавшим первую строку в олимпийскую летопись Самары. Знакомьтесь, Борис Хабалович Шухов. Здравствуйте, Борис Хабалович. Здравствуйте. Или, как правильно сказать, ассалам алейкум? Как по-кабардински? Ассалам алейкум, здравствуйте. А отвечать надо ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Борис Шухов. Заслуженный мастер спорта по велоспорту. Родился 8 мая 1947 года в поселке Кадыма Одесской области. Рост 176 сантиметров, вес 72 килограмма. Велоспортом начал заниматься с 12 лет во Львове. Воспитанник спортклуба «Спартак» Нальчик. С 1971 года стал выступать за скаку и бышев. Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР в командной гонке на 100 километров. Участник Олимпийских игр 1968 года в командной гонке на 100 километров. В этой же дисциплине чемпион мира и серебряный призер. Чемпион СССР 68, 71, 72 годов в командной шоссейной гонке. Чемпион СССР 68 года в индивидуальной шоссейной гонке на 25 километров. Чемпион СССР 1972 года многодневной гонки. С августа 1975 года директор Куйбышевской комплексной ШВСМ. В 1979 году возглавил Республиканский совет СО «Спартак Кабардино-Балкария». Через год вернулся в Куйбышев на прежнее место работы. А в ноябре 1980 года возглавил специализированную ШВСМ-2 по велоспорту. С сентября 1986 года председатель спортклуба объединения «Ноябрьскнефтегаз», где проработал 15 лет. С 2002 года на пенсии. Живет в Самаре. Возглавляет совет ветеранов спорта Министерства спорта Самарской области. В 1976 году окончил Грозенский институт физической культуры. По специальности тренер-преподаватель. Награжден орденом «Знак почета», орденом за заслуги перед Кабардино-Балкарией, медалями за трудовое отличие и трудовую доблесть. Автор трех книг, стихов и прозы. Ну вот в этом виде, в этом прикиде, я хочу сказать, что действительно вы смотритесь уважаемым аксакалом, действительно, у которой, ну не знаю, как-то необычно смотрится на наших вловских берегах, где вот жигули, но очень прилично, очень прилично. Ну вот честно сказать, я сам второй раз в жизни одеваю бурку. А когда первый раз одели? А первый раз на меня одели, когда мне было, я еще в школу не ходил, маленькую бурку, в деревне дед еще живой был, одел на меня бурку, я не понимал, какое-то пальто лохматые. А оказывается, бурка, она для того, чтобы в основном на коне, когда едет куда-нибудь на коне, одевает, чтобы от любой непогоды. Ну и, наверное, и тепло, наверное, в ней, да? Да, тепло. А в жару не жарко? Ну эффекта нету такого, как одеть шубу летом, потому что большие зазоры между телом, и, в общем, вполне нормально, и в жару в ней спасаются. Не даром же, вот говорят, азиаты, например, горячий чай пьют уже в самую пеку. А приходилось вообще ездить на коне-то? Приходилось тоже пару раз. У меня в Нальчике товарищ, сейчас он уже тоже на пенсии, он заслуженный тренер России и Союза по конному спорту. Вот он меня когда-то посадил, когда мне было лет 17 или 18. И вот школу я кончал, нас на ипподром привели, и он говорит, ну на железном коне-то ты ничего смотришь, а давай на просном. Я что-то испугался даже, потому что залазить на коне оказывается не так просто, вживой, но все время человек, который не знаком с этим делом, все время опасается, а вдруг легнет. Я думал, я ничего не боюсь, но я очень сильно опасался. То есть конный спорт это не для вас, вы сразу поняли, да? Когда вот залезли, когда кони-то, вот велосипед другое дело, быть велоджигитом, это вот более, да? Ну на конный спорт там, в Кабардино-Болгарии, там ребята бредят, и девчонки. А на велосипеде кабардинца, вот за всю историю, по которой я, по крайней мере, помню, ну человек 20-30 всего было кабардинцем. Все-таки велосипед, это не кавказский вид спорта. Ну, вы-то приехали в Нальчик уже, когда уже занимались уже велоспортом, здесь уже куда деваться. Здесь то ли пересаживаться на коня, то ли... Я же вообще как бы происхождением из бендеровцев. Как? В Львове начинал. Да вы что? Да, отец служил во Львове, и я там, это, начал заниматься велоспортом. А до этого он служил под Одессой, город Кодема. Воинская часть там стояла, когда они после Кудапешта, ну, война закончилась, и часть вернули вот под Одессу. Так что, рожден я в Украине, как теперь говорят. Меня называли там, когда мы были школьниками, москалем. Но это было не обидно, потому что я и есть москалик. Те, кто из России, называли москалем. Не зависимо от того, что вординиц ты, чеченист ты. А я так мальчишкой доказывал, что я родился там в Одесской области, что я вроде свой, а мне москалем. Ну, вот, я знаю из истории, я знаю из истории, что начинали-то вообще с футбола. То есть пропал талант футболиста, возможно, у вас? Я не уверен. Хотя вот ребята, ветераны, иногда, Агуреев, Панфилов, иногда подкалывают. Говорят, у тебя ноги-то кривые, наши ноги. Зря, говорит, велоспорт ушел. Я говорю, я не знаю, честно говоря, что бы из меня получилось, но была мальчишек мечта. У нас даже хоккей-то не было, там теплая зима. И обычно уральские и российские города, там хоккей или футбол. А у нас только футбол. И создавалась команда Карпаты. Когда она еще играла не в первой лиге даже, только создавалась, была как бы заводская, завод сельхозы, машиностроение. И все мечтали в нее попасть. Потом она в класс Б, там еще СКА Львова был, вот все мечтали туда попасть, в ту или в ту команду. И я такой же был. А потом увидел велосипед, там во дворе, пацан приехал, Толик Титов. Мы до сих пор переписываемся. А он приехал на велосипед спортивный. Я в жизни не видел спортивного. Настоящий гоночник. Настоящий. По тем временам-то это было что-то необычное. И мне, когда скорости переключаются, то все, и у меня было такое ощущение, а я кататься-то здорово умел, даже без рук. По дворе. И когда я это дело увидел, вот на нем бы я как бы здорово переключил, у меня такое ощущение было, что это оно само едет. Если бы мне кто-то тогда доходчиво объяснил, что это надо пахать, я, может быть, и не ушел бы с футбола. Все-таки теперь, с точки зрения прожитого, ну, в футболе, как тогда думал, отдал пас, пусть друг бегает. А на самом-то деле, оказывается, и там, и там пахать надо. А как лачки-то оказались потом, после львова? А отец, когда, ну, если помнишь, когда Хрущев миллион с лишним офицеров вывалял, 61-й, что ли, год был, 62-й ли год, миллион 200 офицеров отправили в отставку. И мой отец, которому... Попал под раздачу? Да, оно чуть за 40 перевалило. И, в общем, отец, мы еще года два прожили во Львове, вот там я и пошел. А потом... На родину вернуться. Ну, обычно кавказцы возвращаются на родину, жить бы желательно дома. И меня привезли в Нальчик. Слава Богу, что там хоть секция была. Ну, то есть уже не стало вопроса. Или пересаживаться на коня, или продолжать на гоночном гоняться дальше. В велосипеде. Ну, среди тех, кто занимался там, я был единственный кабардинец. И тут приезжий, как бы, украинский кабардинец получается. Вряд ли бы футбол с моей помощью занял какие-то высокие места. Это я сильно сомневаюсь. Я с 64-го года был знаком с Петровым еще по спартакам. С Владимиром Петровичем Петровым. Основателем велоспорта у нас в Самаре. Вот здесь все и началось. По-настоящему. То есть призвали в армию вас в Куйбышев, да? Да я мог и не идти-то в армию, в принципе. Но когда поговорил с Петровым, думал, а что мне не пойти-то? Тем более здесь молодые ребята были. 18-19 лет, которым, как Петров выражался, нужен пастух. А я уже чемпионом мира был, хотя старше-то всего на 3-4 года. Ну, в общем, получилась из этой компании такая команда, которую никто в стране обыграть не мог. То есть вы приехали в Куйбышев уже, ну, в зрелом спортивном возрасте, чемпионом мира, заслуженным, да, мастером спорта. И здесь, собственно, и оказались, велосигид Шухов оказался в жигулях. Горы пониже, пожиже. И мурку носить не надо. Ощущение, когда смотришь на настоящий город. Ну, я имею в виду, не говорю, не хочу обижать, что это не настоящий. А на такие высокие горы. Вот как Кавказ у нас. Мне нравится, когда неровно. Это видно в крови. Я не люблю степь. Я когда вот домой едешь через Калмыкию, я просто думаю, как они с ума не сошли. Едешь часами, и все время равнина. И на этой равнине практически ничего не растет. Думаю, как люди живут в Казахстане где-нибудь. Поля, поля, поля. Вообще не понимаю. То есть, ну, это мне не понять. А вот объяснить ощущение, когда смотришь на горы, стоишь на каком-то там хребте там, заберешься куда-то повыше. Ну, такое, как будто ты летишь. Недавно вам исполнилось 70 лет, чем мы вас и поздравляем. В общем, дата серьезная. Вот все говорят, что в таком уже почтенном оксакальском возрасте уже, как бы, люди уже стремятся к истокам. Нет желания перебраться вновь, уехать с Волги, может быть, не на историческую родину, но в настоящие горы вернутся, которые дают вдохновение. Я думаю, что, конечно, я каждый год туда езжу, организовываю, там ребята помогают соревнования детские. И каждый год разыграем призы, там, прочее. И каждый год, иногда еще два раза в год езжу. Но вот честно признаюсь, как на духу, я с этих берегов Волги никуда не уеду. Вот какое-то время вроде взять и голос крови, родственник и все, и я не уеду из этого города. Я понял, что это мое место. Когда мне хочется увидеть горы, я сяду в автомобиль и помчусь туда. Как встречал вас Куйбышев в 1972 году, когда вы привезли вот сюда, на берега Волги, первую в истории самарского спорта золотую олимпийскую медаль? Вспоминается вообще? Ну, я сейчас вообще смутно помню, кто был, что было. Я помню одно, что в аэропорту меня встречали, ну, во-первых, Петро Владимир Петрович, ребят полно было. Были руководители спорткомитета. Но я не скажу, не сказал бы, скажем, я никого не могу вспомнить из областных начальников политических. Ни из обкома партии никого не было, ни из область полкома. То есть не очень-то и шумели по этому поводу, скажем так. Я просто есть с чем сравнивать. Я когда чемпионом мира стал в этом, в 70-м году, я еще был в Нальчике, а меня в Минводы за 110 километров. Приехал встречать чуть не всю вверх обкома партии. И, соответственно, ниже стоящий. А впереди всех шел мой отец. На законных каких-то основаниях. У меня был маленький рост там. И как вот издалека смотришь, как будто подросток бежит к самолету на взлетное поле выпустил. И сзади идут все эти солидные люди. И черные волги за ними. Как траурная процессия. А вы первый кабардинец в истории, тоже олимпийский чемпион, да? Ну, там я первый везде. Везде, да? Как и в Самаре, как и в Куйбышеве. Ну, в Куйбышеве как бы олимпийский, да. Когда мы стали чемпионом мира, оказывается, до этого мы первые чемпионы мира в Советском Союзе. До нас вообще не было. У нас вообще была одна единственная золотая олимпийская медаль у Виктора Капитонова в 60-м году в Риме. И все. А потом стали вы четверкой своей в командной гонке в Мюнхене в 72-м году. Ну, в это дело никто не верил. Хотя мы уже были чемпионом мира, а потом мы в 71-м году провалились. Смена состава была. Молодые. Нервы не выдержали. И мы заняли восьмое место на чемпионате мира. И на нас никто не верил. Не то, что наши. Иностранцы-то, да и наши никто не верил. А я скажу... То есть вы приблизили такое обалденное сюрприз для всех. На большом счете, единственное, кто верил в это дело, потому что полсостава, два человека, готовил лично Петро. Владимир Петрович говорит, ребята, если вы правильно распределите силы этой вот четверых, чтобы раньше времени кто-то не умер, взять на себя, кто лучше себя чувствовал. Но эту тактику я знал. Я еще по чемпионату мира понял. По первому, по второму, по 69-му году, по Олимпиаде 68-го. Я понял, что надо делать наконец. Вот, и все получилось. Кстати, между прочим... Первый день Олимпиады, золотая медаль, кто? Велосипедисты. Велосипедисты. На 100 километров, командной гонки. Какой сюрприз. Какая приятная неожиданность. Даже все было по плану. Кстати, между прочим, вы были капитаном советской сборной, вело этой четверки. Служили-то вы были военные человеки. Тоже капитаном, по-моему, да? Нет. Еще нет. Еще нет. Какое было звание? В Кульбышевском СК-16. У меня с этим рядовой я был. А, простой рядовой. Это уже потом звание дали, уже после Олимпийской победы. Ну, потом училище было, потом дали звание, но потом я все равно... Ну, когда бросил, я не захотел в армии оставаться. Конечно, если бы отец был жив, он бы наехал на меня. Потому что он кадровый военный, полковник в отстатке был. Он считал, армия это все. Для мужика. В 1972 году вы стали Олимпийским чемпионом. В 1973, если я не ошибаюсь, серебряные призеры чемпионата мира, опять же, командные гонки. А потом вдруг решили завязать. А, так кажется так. Хотя еще... Хотя еще серебряных-то было немало. Мне так казалось. Ну, 26-й год шел всего. У нас в велоспорте вообще-то все начинается примерно с 24-х до 32-34-х. То есть мужик становится настоящим крепким мужиком. Эти сумасшедшие нагрузки, особенно в профессионалах, переносить. Это только... Это правда, кстати, что вы за период подготовки к Олимпиаде проехали практически расстояние, длиной с экватором. Да, наверное, побольше. Побольше даже. Побольше. Это в один сезон экватор-то. Что такое? Если вот... Это 240-250 километров в день, посчитали кто-то. Ну, а так оно и есть. То есть у вас тренировка была каждый день по 240 километров в день? Нет, не каждый день. В один день может быть и 400, а в другой день может быть 180 всего или 150. То есть вы завтракали, обедали, ужинали во время тренировки? До 8 часов тренировка доходили в подготовительный период. 8 часов в день. Да вы что? Вот человек пошел на работу и пришел вечер. А я это время все тренируюсь. И тренировки... Все время крутить педали. А так как 8 часов подряд это невозможно, ну, гонки это одно дело, невозможно, поэтому утренняя большая тренировка, вот эти 200-250, а все остальное после обеда. А отдыхать будешь после этого ужина, если там еще врач и массажист к тебе не пристанут. А тут говорят, вот у них там жизнь, вот я смотрю на молодежь, на студента, вот пришли занятия там туда-сюда, пошли... Устали, устали. Пошли на танцы. Да, устали. Какие танцы? Я всю свою молодость помню, только одно. Желание вытянуть, не протянуть, а вытянуть ноги на кровати, и чтобы никто не беспокоил какое-то время. Задремать хотя бы. И это в молодости, когда организм-то... Сейчас думаю, если бы что-то такое сделать, то умер бы после первой тренировки сразу, еще до массажиста. И вот в этом жестком режиме вы жили почти два десятка лет, да? Ну, практически. Практически два десятка лет, освобождаясь от всех соблазнов в жизни, на какие-то... Ну, да, я, например, не помню вкус мороженого. Я его попробовал первый раз, смешно сказать, лет в 25-26, после Олимпиады. Это же вообще никто. Семечки нельзя. Когда в хорошей форме, открытые форточки сидеть нельзя. Да много чего нельзя. Лишний стакан воды выпить нельзя. То есть вы пришли однажды к выводу, что надо, наверное, выходить из этого жесткого тренировочного графика. Надоело, наверное, все это уже. Ну, это было... Все завоевано, в принципе. Это был разговор в 1973 году на чемпионате мира в Испании. Мы уже серебряные медали вытащили. И опять два новых человека в составе. И даже Капитонов, честно говоря, не верил, что мы в тройку попадем с этими двумя новичками. Но надежда, я все-таки... Я надеялся больше всех. И это случилось. Приходят к нам в гостиницу, через пару дней самолет, улетаем, приходят в гостиницу два джентльмена в пиджачках официальных, галстуках испанцев. Приносят бумаги и ведут разговор. Вот все знают футбольный клуб Барселона. А в те времена, вот, в 70-е, там была профессиональная Барселона футбольная, профессиональная Барселона баскетбольная. То есть это был комплексный клуб, был большой. Они тоже еще до сих пор, они есть. Профессиональная команда теннисистов, профессиональная команда велосипедистов и еще один какой-то вид, вот не помню. Пять профессиональных команд. И денег все хватало, как и странно. Ну да. Видимо, тоже у них тяжело стало. Сейчас велоспорт Барселоны нет. И тенниса, по-моему, нет. В общем, зато какая Барселона футбольная, да? Ну, почти как крылья советов, можно сказать. Чуть-чуть получше. В общем, они предлагают контракт мне, Лихачеву. И у нас кто-то еще был один. Да, это не Любин, по-моему, ладит. Трем полякам. Шурковский, Шозда, Мытник. Мы трое. Известные фамилии. А команда... Победитель велогонки мира. На всякий случай. Ну, к сожалению, второй после нас на Олимпиаде. А может, счастье. Кстати, он недавно с 70-летием поздравлял. Молодец. Он, когда нас награждали, он говорил... Во-первых, он старше меня на 4 года. Он говорил, от курва русские. И там что-то дальше по поиску. Ну, вроде ругается. А я говорю, Ришард, это вот перед тем, как на пьедестал сходить, вот стояли разговоры. Да, да, да. А я говорю, у нас русских-то нету. Как нету? Я говорю, я кабардинец. Да, да, да. Чуваши у нас. Ерды. Ерды, Валера, да. Бена комнатов, а меч. Ну, себе, я казак, казак. А этот, горьковчанин. Он ничего не понял. Но я говорю, вот русские подъедут через 4 года. Да, да. Там действительно, двухметровые русские, уже юниоры у нас были такие, они уже мало в чем нам уступали, а у них 4 года запас. Им по 19, по 20 лет. То есть сзади уже поджимал уже молодежь. Да ты че. И они действительно подъехали в доле. А потом в Москве подъехали еще раз в доле. А потом федерация отменила этот вид, потому что его назвали русским. Кстати, это почему? В 72-м вы олимпийские чемпионы, в 76-м году в Монреале вновь олимпийские чемпионы, и в 80-м вместе с нашим Кувишским, Тольятинским, Толей Ярким. Да, да, да. И после этого, собственно, и сказали, все, хорош. Так вот, возвращаемся к разговору, почему бросим. Да. Значит, Куприянов был президент у нас федерации, генерал-лейтенант внутренней службы, динамо. Ну, все-все, мы это дело обсудим, вот мы сейчас в Москву там все, и, в общем, типа дадим положительный ответ. А я и правда уши развесил. Приехали в Москву, вызвали на Старую площадь, вот молодые не знают, что это такое Старая площадь, это ЦК партии. ЦК КПСС. И я там лично видел Суслова. И меня шоу с тихим, спокойным голосом убеждал, что мне как коммунисту, как военнослужащему, ни в коем случае... Нельзя идти профессионалом. Профессиональный спорт это... Загнивающий, буржуазный спорт. Это так вежливо и тихо говорил, он, видно, уже настолько старый, он не мог громко говорить. И в этот момент сзади открывается дверь, я слышал, а кабинет, как вот у нас в школе был спортзал почти, чуть поменьше. Открываются двери, а двери высотой чуть не 3 метра, такие красивые, там вообще все очень... И скрипит паркет немножко. К окну человек зашел, и справа от меня были окна. Видимо, туда пошел, по звуку. И потом только один вопрос. Это он, тот кивнул. А как скачал в шауру, я понял, что сзади зашел очень большой начальник. И когда он уходить начал, я не выдержал и все-таки глянул. Но ошибиться невозможно. Это был Суслан. Его же все портреты везде висели. И после этого коммунисту Шуху сказали, товарищ, ехать за границу не надо. Я оттуда вышел, Капитонов ждет внизу, трясется. Главный тренер сборной СССР. Ну да, там же если по мне выводы сделают, то и по нему сделают. Ну в тюрьму-то не посадят, конечно. Ну и спорте могут выиграть с позором. С работы выиграть. И дать волчий билет на всякий случай, где не трудоустроишься. В общем, все, я сказал, я закончил спорта. Он подумал, что мне там запретили, а мне никто не запретил. Просто веди себя прилично, пойми ты и жил. Я хочу сказать, что, может быть, это история и, в общем-то, имела положительный эффект. Почему? Потому что Борис Шухов, спустя совсем вот, так сказать, едва отдохнув слез с... Едва слез с велосипеда, очутился в кресле директора Школы Высшего Спортивного Мастерства. Это случилось... Ну вот, когда я пришел к Акулову. Ну, после... Да, да. Он сказал, будешь директором? В 75-м году, да? В 74-м где-то год? В 75-м. В 75-м году. Вы пришли в кабинет председателя областного, Куйбышевского область, спорткомитета, Валентина Митрофановича Акулова. Он почитал, почитал, потом говорил... С просьбой? Ну, я заявление написал, прошу принять тренера. На работу тренера. Ну, а кем еще институт-то закончил такой? И вообще... А вы что закончили, кстати? Что я в этом знал? Чеченский государственный университет, факультет физиологии. Вот так вот. Так что вот это обличие... В общем, вас все на Кавказе принимают за своего. А я туда перевелся, когда в Москве поступал, в Малаховке учился. А потом перевелся, потому что в перерывах между сборами и поездками ехать в Москву, сдавать далековато, а тут 200 километров, а у нас факультета в Нальчике не было. Я в Грозном все это проходил. То есть по специальности вы тренер, преподаватель? Да, да. И в каком году закончили? Да, решили. Ну, во всяком случае, на момент, когда... Ну, после Олимпиады 72, да? Да, где-то там 72-м или 73-м. Ну, в общем, будешь директором. И мне положили... Сказал Акулов. Сказал Акулов. Да, и принесли ко мне... Мне показали кабинет, принесли туда здоровенную папку с документом. Несколько папок, стопку целую. И я начал читать. Вот внимательно читай и так не делай. А оказалось, там всякие варианты, как можно украсть деньги у детей в спортивной школе. Там некоторые случаи описывались. Я говорю, если нарушишь, посадим. И улыбается Акулов. Я понял, что этот человек нормальный. Я не собирался воровать, потому что я только что всю эту школу прошел. У кого-у кого брать, но не у детей. Тем более, они занимаются такими физическими нагрузками. Их наоборот надо подкармливать. Я помню, это был маленький кабинетик, стоял стол. Ну, там шкаф. Три на три. Три на три. С трудом помещалось. Три человека помещалось, по-моему, в этом кабинете. А потолок был 4,50, по-моему. И это происходило на Куйбышево 103, по-моему. 106. 106. 103. Куйбышево 103, где размещался как раз областной спорткомитет. Штаб. Физикультурно-спортивный штаб области.